Добрый вечер! В эфире Тагил ТВ, информационная служба новостей. Мои коллеги, я Елена Терехова. Прямо сейчас расскажем вам о событиях уходящего дня. Приземлился под водой уральские дайверы. Накануне отправили в последний рейс самолет Ан-2. Почему природоохранная прокуратура заинтересовалась подводным рейсом? На французском заговорили тагильские школьники. Полиглотов собрал 8-й лингвострановедческий фестиваль. Какие еще языки мира можно будет услышать в Центральной библиотеке? В Металлург-форум за благодатью в эти дни в спорткомплексе проходит международная православная выставка-ярмарка. Каким святыням из разных уголков планеты могут поклониться тагильчане? А теперь обо всем по порядку. Сотни тысяч рублей недополучил бюджет города. Такие выводы сделала счетная палата. Специалисты проверили документы комитета по управлению муниципальным имуществом. Отчет показали депутатам на очередном заседании комиссии Думы. В ходе проверки нами установлено нарушение. Это заниженные доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, которые не поступили в бюджет города в размере 827,5 тысячи рублей. Кроме того, арендаторы нередко пользовались муниципальным имуществом без договоров, то есть занимали его самовольно. Также помещения использовались не в тех целях, на которые арендовались. Сдавалось имущество без контроля комитета. Мы будем предъявлять и предъявляем все иски в суд к, скажем так, неративным предпринимателям по тем вопросам, которые с помощью счетной палаты выяснены. И в случае, если вдруг судебная практика не пойдет, ну тогда будем с счетной палатой общаться. Небольшой водительский стаж довел до аварии. Накануне новогонки произошло ДТП, столкнулись два авто. Один из водителей на перекрестке забыл уступить дорогу другому. Оба автолюбителя недавно получили права. 15 ноября в 20 часов 40 минут водитель автомашины ВАЗ-2115, следуя по улице Окунево в сторону улицы проспекта вагоностроителей, с левым поворотом на проспект вагоностроителей, допустил столкновение с водителем автомашины ВАЗ-2114 в следующем восточном направлении. Один водитель обзавелся правами лишь месяц назад у другого с успешного момента. Сдача экзаменов ГАИ прошло полгода. Столкновение привело к травмам. В обеих машинах пассажиры получили ушибы. Один лежит в больнице. Под Нижним Тагилом под воду ушел самолет. Его умышленно утопили дайверы, чтобы было на чем тренироваться. Теперь за это событие особо переживает природоохранная прокуратура. Волнуются за экологию. Будет совершен выезд работника пакулатуры совместно с специалистами-экологами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Будут отобраны пробы воды на предмет загрязнения нефтепродуктами, возможного загрязнения. В карьере Лазурно у аквалангистов учебная база «Самолет Ан-2» купили специально для подводных занятий. Опустили на 27-метровую глубину. Машина должна лечь горизонтально. Для этого в кабину пилота поместили пенопластовые буйки. Через несколько лет кукурузник превратится в риф, говорят дайверы. И на нем могут отрабатывать навыки молодые аквалангисты. Экологи могут серьезно подпортить планы любителей подводного плавания. Если загрязнение среды докажут, то самолет придется не только поднять, но и ответить за это по закону. Первый музейно-выставочный центр Евросент-МК получил федеральную награду. Вручили ее ученые Российской академии народного хозяйства при президенте. Признали победителем в рамках конкурса «Лучшая компания-2013». Здорово, что мы победили. Мы первые. Понимаете? Это уже здорово. А первые мы почему? Потому что качество услуг совершенно другого уровня. Качество и востребованность этих услуг на любого посетителя. То есть у нас пока в музее нет балета. Но есть очень много, чего может получить каждый работник нашего предприятия. Покорили жюри своими разработками в номинации «Социальная сфера услуги и технологии». Обошли конкурентов со всей страны. Соревновались не только музейщики. Представители здравоохранения, образования, а также металлургические предприятия. Музейно-выставочный центр Евросент-МК жюри признала открытием года. На французском заговорили тагильские школьники сегодня. Завтра перейдут на немецкий. Полиглотов собрал 8-й лингвострановедческий фестиваль. В его рамках в Центральной библиотеке стартовал конкурс чечецов на иностранных языках. Этот конкурс у нас и призван поддерживать интерес к изучению иностранных языков. Участники каждый год поднимают такую планку, что самих себя перепрыгнуть уже очень сложно. Уровень выступлений достаточно высок. Каждый год придумывают что-то новенькое. Поэтический марафон на английском, французском и немецком будет длиться три дня. На конкурс заявились более 300 детей. В заключительный день будут соревноваться лицеисты и гимназисты. А также состоится внеконкурсная программа на итальянском, чешском и украинском. Две пятерки в 85-й школе у образовательного учреждения. День рождения. 55 лет. Поздравить альмаматор собрались выпускники, ученики и преподаватели школы. Как чувствует себя в юбилейную дату и каких знаменитостей вырастила, узнала Анна Хабарова. Пролистывают альбомы и поверить не могут. Прошло уже 55 лет. Бывшие директора 85-й в школе гости часты. Вот и в этот раз они вспоминают, как вместе поднимали школу, сеяли разумное, доброе, вечное, несмотря на безденежье. Школа, естественно, изменилась. Когда я была директором, было самое лихие 90-е годы. Вы помните, зарплату не платили по полгода, получали бартер, так называемый, вместо этого. Никакого обеспечения в школе тоже не было. Сегодня школа обеспечена удобной мебелью и высококлассной техникой. Порядка 400 учеников регулярно проявляют себя в различных мероприятиях. Так, в 2011-м школа единственная в городе принимала участие в выставке Инопром. А в прошлом году показала сильнейшую команду на городском конкурсе «Что, где, когда». Но главная гордость, признается директор, – преемственность поколений. Максимально в этой школе училось до 2600 человек одновременно, в три смены. Школа интересна своими традициями. У нас действительно есть поколение, то есть поколение в поколение воспитывает здесь своих детей. И педагоги знают буквально мам, ребят, а может быть даже родителей этих мам. Для десятиклассника Алексея Равича 85-я стала вторым домом. После уроков он посещает дополнительные курсы по физике, участвует в городских олимпиадах. В будущем видит себя ученым-физиком. Научную работу защищал по Ломоносову. У нас, ну и как по физике, по Ломоносову мы защищали научную работу, и по истории его научные открытия, в минералогии тоже защищал. Выпускники школы добились успеха в разных профессиях. Роман Брилев – актер кукольного театра. Александр Стрельников – заведующий кафедрой немецкого и французского языков педагогической академии. Один из золотых медалистов работает в Америке. Анна Хабарова, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. В России одним праздником стало больше. Свой день появился у ветеранов уголовной исполнительной системы. В Нижнем Тагиле его впервые провели в городском дворце молодежи. Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний, город Москва. Приказ от 22 июня 2013 года за номером 26 об объявлении дня ветеранов уголовной исполнительной системы. Этот праздник нужен, обязательно нужен. Вот вы посмотрите на лица наших ветеранов, которые встретились, посмотрели друг на друга, улыбаются, счастливые. Не чувствуется, что старые люди там или пожилые люди. Они рады этому. Вновь встретились ради праздника несколько десятков ветеранов. Бывшим сотрудникам исправительных учреждений вручили награды, а также подарки и грамоты со словами благодарности. В Металлург форум за благодатью в эти дни в спортивно-оздоровительном комплексе проходит православная выставка-ярмарка. Каким святыням из разных уголков планеты могут поклониться тагильчане, увидел Алексей Алексеев. С молебна на начало благого дела начинается каждый день работы православной выставки-ярмарки. Более 90 участников из разных регионов России, а также Белоруссии, Украины, Молдавии, Греции, Израиля собрались в Нижнем Тагиле. Столь масштабная выставка проводится в нашем городе впервые. Она, во-первых, очень богатая по своему содержанию, по экспозиции, по товару удивительному, такому богатому. Люди идут, очень интересуются, очень благодарят организаторов выставки и владыку нашего Иннокентика, по благословению которого, проходит эта выставка. Многие участники, подобно Александру Шлейко, из Свято-Вознесенского мужского монастыря Киевской епархии, привезли почитаемые в их краях иконы и мощи. Мы представляем святыню нашего монастыря, икону Святой Екатерины с частицей мощей, икону Святого Луки, военно-ясенецкого хирурга, с частицей его гроба. Есть возможность людям приложиться, попросить помощи. Кроме икон, церковной утвари, литературы, на выставке-ярмарке можно приобрести одежду, обувь, продукты питания, товары для здоровья. Повышенное внимание, к примеру, к стенду с чувашскими валенками. Это все сделано вручную, без всякой добавки, без кислоты, без... ну, чистая шерсть это. Также мы выполняем дизайнерские работы, то есть валенки у нас друг на друг не похожи все, и они индивидуальны, и как бы очень полезны, и теплые. В программе также выставки, выступления творческих коллективов, кинопоказы, круглые столы, лекции, встречи со священниками. Я здесь лет только не побывала, и к кому только не приложилась. То есть я столько получила благодати, столько добра. Очень много таких открытых лиц, очень приятно на людей смотреть. Как бы радость, радость испытываю и все. Православная выставка-ярмарка будет работать до 21 ноября. Алексей Алексеев, Вадим Усков, Егор Егошин, Новости Тагил ТВ. Хищник в театре. Сотрудники кукольного предлагают детям пожать тигру лапу. Раздобыли его специально для дошкольников, у которых проблемы со зрением и слухом. Таким театральным представлением открыли праздник «Мир глазами души». Зачем детей просили квакать, узнала Анна Хабарова. Стоять в сторонке не хотят. Все интересно. Внимание детей привлекают куклы и мыльные пузыри. Смешные клоуны тоже скучать не дают. Зовут петь и танцевать. Наталья Хохалкина в роли клоуна тети Моти для такого необычного зрителя работает впервые. Для себя поняла – волнения были напрасны. Дети, они всегда дети. Не делаешь различия между ними, потому что они так же верят в сказку, они так же и даже, может быть, даже больше включаются в игру. И очень им все это интересно, им хочется все потрогать, им везде поучаствовать. Потрогать хотелось и большого мягкого тигра. Никто из детей не побоялся пожать ему лапу. После активного отдыха гостям показали спектакль «Легенду гусенок». Постановку специально выбрали интерактивную. В репертуаре театра она уже более 15 лет. Это тоже клоунада. Это, в принципе, спектакль, в котором и живой план артистов, и довольно крупные куклы, которые будут работать на ширме. Актеры даже выходят в зал зрительный, шутят, играют, общаются с детьми. Праздник особым детям подарило управление социальных программ и семейной политики администрации города. Инициативу поддержала Центральная городская библиотека. Ее сотрудники уже не первый год занимаются со слабовидящими детьми, пластилинографией и читают объемные книги. С этими детьми, имеющими проблемы по зрению, мы работаем уже 4 года. Тоже наши дети, которых мы знаем, которые узнают нас по голосу, по рукам, родители, которые доверяют нам. Поэтому сегодня мы здесь, и у нас сегодня общий праздник. В завершении вечера 80 маленьких гостей праздника получили игрушки и сладкие подарки. Анна Хабарова, Михаил Крюков, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. На этом моя часть выпуска завершена и мне остается напомнить. Делайте новости вместе с нами. За самые интересные и злободневные сообщения дарим призы. На этой неделе победителю сертификат от магазина детских товаров «Зебра». Телефон редакции 419551. Адрес сайта www.tagildefistv.ru Впереди вас ждут новости спорта. О них расскажет мой коллега Александр Сальников. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok